МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 декабря 1984 года, в 5 часов дня, глубоко под землей, по темным тоннелям осторожно продвигался человек. Он был одет в форму подразделения спецназа КГБ. Аккуратно обходя электронные сигнализации, неизвестный постепенно приближался к своей цели. Кремлевским подземельям. В 7 часов вечера 20 декабря в Кремлевском дворце съездов начинался балет да либо капеллия. На супружескую пару, по виду типичных американцев, московские зрители практически не обращали внимания. Тони и Джоанна Мендес, так звали иностранцев, сдали верхнюю одежду в гардероб. Подойдя к зеркалу, Тони увидел двух людей, в которых узнал агентов КГБ, следивших за ними с момента их приезда в Москву. Чета Мендесов была штатными сотрудниками ЦРУ. Именно здесь и сегодня они должны были провести операцию по спасению своего агента, который уже 8 лет являлся важным источником информации для ЦРУ. По полученным данным, советские спецслужбы должны были арестовать его в самое ближайшее время. Агент и его жена появились за 10 минут до начала представления. До этой встречи Тони Мендес видел их только на фотографиях. Это были Петр и Лариса Леоновы. Вскоре в фойе появилась третья пара участников операции. Сотрудники московской резидентуры ЦРУ, Роуз Коэн и Клинт Брэдли. 20 декабря. 19 часов 34 минуты. Уже полчаса публика наслаждалась балетом капеллия. В это время по узким проходам кремлевских подземелий продвигался еще один участник операции. Агент под оперативным псевдонимом «Ниндзя». Он должен был встретиться с Петром Леоновым. В картотеке ЦРУ Леонов проходил как агент САПФИР. В обычной жизни он являлся сотрудником 16-го главного управления КГБ, которое обеспечивало правительственную связь. Леонов пользовался неограниченным доступом в подземный кремлевский центр коммуникаций. По замыслу руководства Ленгли, САПФИР должен был помочь агенту «Ниндзя» подключиться в кремлевском подземелье к кабелям правительственной связи. Таким образом, американцы получали полный доступ к информации под грифом «совершенно секретно». В половине девятого вечера закончился первый акт капелии. Супруги Мендес вышли в фойе и разделились. Джоанна отправилась в дамский туалет, а Тони поднялся наверх к буфетам. В дамском туалете в соседних кабинках одновременно оказались Лариса Леонова, Джоанна Мендес и Роуз Коэн. Они должны были обменяться вещами и гардеробными номерками. Когда женщины вышли наружу, только очень внимательный человек мог заметить, что в роли Ларисы теперь выступает Роуз Коэн. Джоанна Мендес настолько удачно загримировала женщин, что в толпе различить подмену было невозможно. Практически в это же время в мужском туалете своими вещами обменялись Петр и Клинт Брэдли. В воротах Кутафьей башни двое офицеров 2-го главного управления КГБ остановили мнимых Леоновых. Сотрудники госбезопасности внимательно разглядели задержанных. Ими оказались дипломаты Клинт Брэдли и Роуз Коэн. Американцев пришлось отпустить. 20 декабря. 21 час 5 минут. В то время, как американские дипломаты отвлекали сотрудников КГБ, настоящие супруги Леоновы уже спускались в подвал Кремлевского дворца съездов. Они проникли в служебное помещение через буфет. В подвале Леоновы отыскали люк и спустились в подземелье. Здесь к беглецам присоединился переодетый американский агент, и они все вместе двинулись по кирпичному туннелю канализационного коллектора. В зале, где находились провода связи советского правительства, Леонов показал на неприметный щиток. Американец вскрыл его и подцепил к одному из кабелей небольшой прибор, подслушивающий его устройство. Теперь все переговоры и планы правительства СССР перестали быть тайной для руководства ЦРУ США. Об этой тайной операции агентов ЦРУ было написано в сенсационной книге Энтони Мендеса «Шпионская пыль», которая была опубликована в 2001 году. «Спайдаст» стала бестселлером. На обложке рядом с изображением Кремля интригующая надпись «Специалист по тайным операциям раскрывает секретные механизмы, которые помогли выиграть холодную войну между США и СССР». Автор – бывший глава отдела маскировки и технического обеспечения ЦРУ и якобы непосредственный руководитель, описанный в книге операции. Мендеса в ЦРУ называли «мастер маскировки». Вообще это слово по-английски звучит несколько более весомо, чем маскировка. Это «disguise». Это, так сказать, «disguise» – это не просто маскировка, это как бы такая обманная маскировка с применением особых методов и средств. Именно Энтони Мендес в своем интервью британской «Обсервер», опубликованном 13 октября 2002 года, заявил, что в результате описанной в книге операции американские спецслужбы получали из Кремля самую секретную, доступную только правительству СССР информацию. «Мы попытались связаться с Энтони Мендесом и получить его согласие на встречу в Вашингтоне и интервью. Но в назначенное время ветерана американской разведки на месте никогда не оказывалось». «Местер Мендес, вы отсутствие сейчас, пожалуйста, подождите». «Тогда мы обратились к бывшему генеральному директору Федерального агентства правительственной связи и информации Александру Старовойтову». «У нас случаев такого крупного провала не было. Не было. Но были, так сказать, после войны, так сказать, факты раскрытия информации, но там была серьезная техническая ошибка. Это не вот уж какая математическая там победа, она банальна, да, с нашей стороны. Это была достаточно с математической точки зрения банальная ситуация. Но она привела к потере информации. Такой факт был где-то, я не помню, в каких тогдах, на рубеже, там, 47-х, там, может, 50-х». Ответ бывшего генерального директора некогда могущественного федерального агентства мог бы поставить точку в этой истории. Американский разведчик в своем художественном произведении выдал желаемое за действительное. Однако меньше года назад появилась новая версия описанных событий. И рассказал о ней известный ветеран советских спецслужб. Станислав Лекарев. Почетный сотрудник органов госбезопасности. В свое время он входил в состав лондонской резидентуры КГБ. В 1984 году, именно в то время, когда агент ЦРУ в подземельях Москвы якобы подключился к правительственной связи, занимал пост заместителя начальника отделения отдела 2-го главного управления КГБ СССР. Это внутренняя контрразведка. По его мнению, события, описанные Энтони Мендесом, происходили на самом деле. Но автор обошелся с фактами достаточно вольно. В основе же истории лежит, как считает Станислав Лекарев, предательство сотрудника 8-го управления КГБ СССР Виктора Шеймова. В книге Мендеса он фигурирует как Петр Леонов. Но автор романа изменил не только имя героя, но время и место действия. Молодой сотрудник, талантливый математик, просчитывает свои перспективы. Думаю, это в завтрашнем дне. И видит, что максимум светит, если не будет поддержки какой-то очень сильной, майор. Майор – это значит пенсия какая. На то время это, ну, 120 рублей пенсия. Ну, если повезет, он будет начальником отдела, что случается редко. Виктор Шеймов родился в Москве в 1946 году. В 70-м он окончил МВТУ имени Баумана по специальности инженер-конструктор космических аппаратов. Женился на однокласснице Ольге и вступил в партию. Типичная судьба обычного инженера. Однако уже в 1971 году на молодого и перспективного математика обратили внимание кадровые сотрудники КГБ. Шеймову предложили должность специалиста шифровальных систем. И он не отказался от этого предложения. Зарплата сотрудника 8-го управления КГБ СССР была существенно выше, чем в обычном конструкторском бюро. Главной в деятельности нашей разведки была мотивация идеологическая. И финансовая сторона постепенно нарастала, может быть, и это превращалось в один из изъянов. Потому что преобладающее большинство измен с нашей стороны все-таки было связано со стремлением обогатиться. Талант и чрезмерные амбиции позволили Виктору Шеймову сделать быструю карьеру. Уже через 8 лет он в звании майора занял должность начальника отделения, которое отвечало за безопасность всех заграничных шифровальных служб внешних учреждений СССР. Шеймов начал часто выезжать за рубеж. И здесь, далеко за пределами родины, в его душе, возможно, произошел перелом. Оказаться на Западе было серьезное испытание. Потому что после режима советского, который мы уже не замечали, но он присутствовал довольно сильно у всех, ты вдруг сталкиваешься с полной свободой граждан, проживающих на Западе за железным занавесом. Свобода передвижения, свобода общения, свобода высказывания мыслей о том, что ты думаешь. Довольно дико. Для взрослых людей, которые уже прошли и не раз были за границей, это было, так сказать, уже не так резало слух и душу. А молодые ребята, в общем, иногда вставали на путь предательства. Потому что увидев, как можно жить на свете, оказывается, вне коммунистической страны, производило впечатление. По меркам Советского Союза, Виктор Шеймов был вполне обеспеченным человеком. Но, находясь в командировках в странах Восточной Европы, не говоря уже о западных странах, он не мог себе позволить купить дефицитные в Союзе джинсы или, например, дубленку. Прогуливаясь мимо витрин фирменных магазинов, Шеймов не мог не чувствовать себя нищим. Именно тогда у него родилась идея сбежать на Запад. Специалисты его уровня всегда и везде могли найти высокооплачиваемую работу. Вот аучность, как выявить, вы знаете, тут в душу не залезешь. Но я вам должен сказать, что в процессе работы, даже в разведке, в нашей, кстати, в западных разведках, существует свои службы безопасности, своя контрразведка, которая вот как раз смотрит, как функционирует тот или иной сотрудник. Если проявляются его какие-то алчные качества, явные, то его отзывают или что-то с ним такое делают. Вот. А как еще определить? Вы же не можете, не попробовав пудинга, его съесть, верно? Вот так и тут. Михаил Любимов – популярный журналист и писатель. Его книги издаются по всему миру многомиллионными тиражами. Его главная тема – история советских спецслужб. В прошлом он сотрудник внешней разведки СССР. В 1961 году Михаил Петрович в качестве советского дипломата вошел в высшие политические круги Британии. Ему удалось это сделать благодаря блестящему знанию английского языка, энциклопедической образованности и безупречным манерам. Информация, которую добывал Любимов, была бесценна. Но в 1965 году молодого дипломата объявили персоной нон-грата и выслали из страны. Покидая Лондон, советский разведчик жалел лишь об одной утраченной возможности. У меня вот это, товары, то, другое особо не поражали. К этому быстро вообще привыкаешь. Прошелся пару раз по супермаркетам, вам все ясно, все есть. Вот, и не нужно стоять в очереди за любительской колбасой и прочее. Но меня на Западе как раз больше привлекала обстановка свободы, то, что я мог читать газеты, английские, американские, иммигрантские, в конце концов. Это все было очень интересно. Задача тех, кто отбирает, вербует, отбирает, проводит с ними подготовку, все слабые места в их мозгах стереть или сделать сильными. Задача тех, кто перевербовывает, а вербовка и перевербовка – это область тонкой психологии. Задача тех, мы тоже перевербовываем огромное количество их шпионов из процесса, которые идут там, вдруг наш шпион, а он там 20 лет доверенное лицо у кого-то, чуть ли не у шефа ЦРУ. Так вот, задача тех, кто перевербовывает – найти вот это слабенькое-слабенькое местечко в глубине сознания и на нем сыграть. Сложно это? Очень сложно. Легко, очень легко, потому что это такая театрализованная личность, которая любит играть в тайны. Осенью 1979 года Виктор Шеймов находился в командировке в Варшаве. Там он принял решение предложить свои услуги сотрудникам американских спецслужб. О том, как ему удалось выйти на связь с резидентом ЦРУ, до сих пор неизвестно. В одном из интервью, опубликованных в США, Шеймов рассказал, что он якобы сбежал из советского посольства через окно туалета. А он такси берет, как будто туалет, посольство выходит прямо на, так сказать, на Бродвей. Нет, не так. А там дальше прямо приехал в американское посольство, договорился об условиях связи, и все. Значит, в Москве. Ну, мне кажется, все это придумано. Хоть есть тот момент большого детектива, наверное. Хотя Шеймов, в отличие от многих перебежчиков, он особо, он вообще не светился. Его взяли на работу в ЦРУ, что бывает крайне редко, то есть ему доверяли. Ну, а потом шифровальщик, это шифровальщик. Что он там делал, я не знаю. Новому агенту американцы дали звучный псевдоним Сапфир. И он действительно оказался для наших противников драгоценным приобретением. Не прикладывая никаких усилий, американские спецслужбы получили практически полный доступ к переписке всех иностранных резидентур с Москвой. Шеймов вернулся в СССР, а ЦРУ гарантировало ему вывоз семьи в США. Это уникальный во всех отношениях случай в истории разведки. За шифровальщиками ведется особая охота, и те, кто вербует шифровальщиков, это люди, которым улыбнулось оперативное счастье, может, раз в жизни. Я знал такого человека, который завербовал шифровальщика. Это отмечается, это орден высший всегда. И все довольны. Дальше идет работа, как сохранить этого шифровальщика, чтобы не провалить агента нашим. Или же, если он проваливается, его стараются вытащить в другую страну. Что и было сделано американцам. Михаилу Любимову в свое время улыбнулось то самое оперативное счастье. Он не только смог завербовать шифровальщика, но и сделал копию его кодовой книги. После депортации из Лондона в 65-м году молодого разведчика Михаила Любимова отправили в столицу Дании Копенгаген в качестве незначительного сотрудника советского посольства. И только на Лубянке в его личном деле значилась настоящая должность – заместитель резидента. Мне тоже приходилось вербовать шифровальщика одного. Но я вспоминаю, как это сложно было получить. Во-первых, книгу эту, значит, кодовую. Потом эту книгу нужно же возвратить. Значит, в общем, это большие комбинации. Тут участвует наша машина, контрнаблюдение наше. Вот. Несколько человек. Кодовую книгу в машине прямо нужно было переснять. И так далее. Агент тем временем нервничает и ждет. В общем, это очень-очень такие болезненные, острые операции. О том, кем был тот шифровальщик, когда произошла вербовка, Михаил Любимов не рассказывает даже сейчас. Гриф «Секретно» с этой операцией еще не снят. Вербовать было непросто. Эта история действительно длинная. Вот. Но, естественно, тут должны быть какие-то приемы. И хотя шифровальщик сразу понимает, что от него нужно. Очень быстро понимает. Но сразу нужен подход, какое-то обаяние. Вот. Нужно уметь обольстить, заморочить голову. Вот. Пить еще водку с ним. Тоже нужно уметь. Потому что не так все это просто. В тайной войне советских и американских спецслужб, пожалуй, не было периода более напряженного и насыщенного, чем 80-е годы. Именно тогда противостояние ЦРУ и КГБ достигло своего пика. В американской разведке осуществлялась программа опроса эмигрантов из России, в той или иной степени имеющих отношение к секретным объектам СССР. Вот такое объявление довольно долго публиковалось в Нью-Йорке в русскоязычной газете. Некоторые из вас обладают непосредственной информацией о методах и операциях КГБ. Если у вас есть желание помочь Америке, своей новой стране, позвоните или напишите в ближайшее отделение ФБР. Видимо, в результате подобных методов ЦРУ и получила информацию о Троицке, маленьком подмосковном городке. А в Троицке располагался объект тоже оборонного значения, который проводил работу с лазерами. Ну, вроде как гиперполоид инженера. Наши лазеры – это вполне реально действующее средство, электроники, которые осуществляли определенные функции. И для цели обороны, и для цели гражданской промышленности. Подобраться к Троицкому объекту агентам ЦРУ было не так просто. Город находился в так называемой закрытой зоне, куда доступ иностранцам запрещен. Выручали разведывательные спутники. На одном фотоснимке американские специалисты обнаружили, что на Калужском шоссе роются траншеи. Тут же на шоссе выехали разведчики посольской резидентуры ЦРУ в Москве. С помощью специальной аппаратуры они определили люки телефонных коллекторов, незащищенные заборами. Была элементарная небрежность просто инженеров или сотрудников, работников связи, которые эту линию проводили. В данном случае американцы нашли такой колодец телефонный, который этими заборами снабжен не был. Опять-таки это разгильдяйство типичное, за которое просто надо наказывать тех, кто это осуществил. В решающую стадию операция вступила в 80-м году. Главную роль в ней играл третий секретарь административного отдела Денис МакМехен. Для того, чтобы оторваться от автомобиля наружного наблюдения КГБ, он долго кружил по Москве. Наконец ему удалось уйти от слежки. Добравшись до необходимого места на пересечении Калужского шоссе и МКАД, разведчик направился к телефонному коллектору, который из-за лесопосадки не просматривался со стороны шоссе. В этом месте кабели связи не имели специальной защиты и не были снабжены датчиками сигнализации. Убедившись, что его никто не заметил, шпион подсоединил к кабелю датчик индуктивного съема информации. Это чудо техники в форме двух половинок полого цилиндра накладывалось на кабель и через тонкий провод, выведенный на поверхность, передавало сигнал в электронный блок с магнитофонами. Это чудо, настоящее чудо. Это лаборатория такая, может быть, и портативная, но очень мощное электронное чудо. Но, если хотите, не касалось бы это разведки, надо было это на дабилдическое время ставить. На установку всей аппаратуры ушло несколько часов напряженной работы. В результате американцы в течение нескольких лет перехватывали зашифрованные переговоры Москвы с оборонным объектом. Однако это не доказывает, что полученной информацией удалось успешно воспользоваться. Шифровальное дело вообще очень сложное, очень засекреченное. И даже завербовав шифровальщика, это еще не означает, что вы все читаете, имеете ко всему доступ, потому что сам шифровальщик, он ограничен очень многими, во многом, даже и в передвижении, и в знаниях своих, и в информации. Но он, конечно, вот если вы, он сидит, работает, он, и поскольку шифры постоянно меняются, а сейчас вообще, я даже не знаю, уже это и машина сама делает, и шифровальщик вообще ничего не читает, что шифрует машина, отправляет, и все. Вот, но все равно он, конечно, кое-что может, и может дать доступ к информации. Впоследствии сотрудникам КГБ все же удалось обнаружить шпионскую технику. Они поставили телефонные колодцы под скрытое наблюдение. И в 85-м году сотрудник американского посольства был арестован на месте преступления. Операция ЦРУ на подмосковной трассе полностью провалилась. Те люди, которые этим занимались, все они были нам известны. И те, кто устанавливал в лаборатору, и те, кто потом проверял с помощью приборов, ее, так сказать, действует она или нет, и те, которые прикрывали эту операцию. Все к нам. Виктор Шеймов передавал американцам секретную информацию в течение более чем полугода. Начиная с осени 1979-го и заканчивая маем 1980-го. По мнению историков Холодной войны, этот человек до распада Советского Союза являлся одним из важнейших кротов ЦРУ в КГБ. Хотя некоторые ветераны отечественных спецслужб ставят под сомнение данное утверждение. Если взять дело Шеймова, я думаю, он уже в Польше что-то передал. И потом, значит, передавал здесь кое-что для того, чтобы как-то дать американцам. Почувствовать, что он знает много, имеет доступ. Поэтому вот в это время они как раз и получали свою информацию. Они могли раскручивать назад, анализировать старые телеграммы и так далее. Это да. Но то, что он обеспечивал американцам, значит, бесперебодный доступ к нашей информации, я считаю это маловероятным. В мае 1980 года Москва готовилась к Олимпиаде. На прилавках магазинов в огромных количествах появились продукты и товары, которых в повседневной жизни граждане СССР практически и не видели. В свободной продаже появилась даже пепси-кола, в то время символ западного буржуазного общества. Сотрудники советских спецслужб совместно с милицией приняли беспрецедентные меры по обеспечению безопасности. Каждый, въезжающий в страну, подвергался тщательной проверке. Существовала реальная опасность, что с массой спортсменов и туристов в страну могут проникнуть нелегалы западных разведок. Однако именно в это беспокойное время под носом у советских спецслужб агенты ЦРУ провели операцию по вывозу семьи Виктора Шейна. 15 мая 1980 года в Москве на законном основании приземлился американский самолет. Шеймова, загримированного и переодетого в форму американского пилота, доставили на аэродром как члена экипажа, а жену и ребенка загрузили в самолет в контейнерах, не подлежащих досмотру. Канал аэрофлота нашими разведчиками использовался очень смело. В Лондон в свое время выезжали и представители КГБ, и начальник контрразведки под крышей аэрофлота. Нужна была встреча очень важная с агентом. Они выехали как бортмеханики и стюарты самолета, прибыли в Лондон, им устроили встречу, привезли этого агента тайными каналами передвижения в посольство, они переговорились с ним, тот передал очень важную информацию, и они уехали обратно. Это стало известно только спустя 30 лет после того, как событие имело место. Поэтому вот эта вот защищенность сотрудников гражданской авиации она позволяет использовать. И они ничего не использовали. Дочки Виктора Шеймова Лени, перед тем, как положить ее в контейнер, дали снотворное, чтобы она часа два не просыпалась. После погрузки официально оформленного дипломатического багажа самолет немедленно поднялся в воздух. Он все-таки вывез с собой жену и ребенка. Поэтому степень риска в этом контейнере была не очень высока. Контейнер дипломатический, осмотр не подлежал, его загрузили. Я знаю человека, которого из Америки нам вернули, он сейчас уже умер, полковник, вернули, закатав ковер. Из посольства вынесли ковер, и ковер погрузили в самолет. Его там ловили в Америке, вот его в ковре привезли. Это, ну, скажем так, шпионская норма. Он увез за собой жену и ребенка. Если бы он их здесь оставил, он бы их подверг невероятному прессингу, и неизвестно, чем бы кончилось. Одновременно с побегом и его семьи в Москве произошло еще одно преступление. На этот раз уголовное. Пьяные сотрудники 5-го отделения милиции по охране метрополитена убили офицера секретариата КГБ. Их быстро задержали. Пока они сидели эти менты, ждали приговора к высшей мере наказания, они решили оттянуть это дело. И когда стали опрашивать, пропал Шеймов, а вы там не участвовали в этом? Они говорят, да, мы участвовали. А как вы это сделали? А мы вот и жену, и дочку там взяли на себя. Ну, выиграли они еще год, потому что они сказали, мы там закопали на берегу Истры, по-моему. Вот бульдозеры срезали берег, искали, значит, вещественные доказательства, потому что нужно было определить дело. Не нашли, конечно, ничего, этих расстреляли. В результате такого стечения обстоятельств спецслужбы несколько лет считали Шеймова и его семью пропавшими без вести. Это на долгое время задержало принятие необходимых защитных мер. Системы шифрования в КГБ не менялись. Информации из резидентур по версии американской стороны фактически шла открытым текстом. Что касается исчезновения Шеймова, и что вот пять лет не подозревали, опять мы основываемся на западных источниках. Вот. Там произошло что-то, может быть, не сразу они узнали, хотя он легендировал свой отец, что куда-то он уезжает в деревню. Не сразу узнали, но, конечно, за пять лет-то подняли на ноги, и все. Поэтому я не верю в эту версию. Я думаю, они очень быстро предположили, что он убежал. Ну, конечно, какие-то накладки могут быть, допустим. Может быть, версия, что его убили. Почему бы не взяли бандиты, всю семью зарезали, хотя тогда не было такого бандитизма, как сейчас. Ну, все было. В общем-то, нельзя ничего было исключать. Мы выяснили, что в основе романа лежит реальная история предательства и побега из СССР Виктора Шеймова. Однако вопрос, подключались ли американцы к правительственной связи, до сих пор остается открытым. Операция в Троицке не может являться доказательством самой возможности такого подключения. По крайней мере, представители отечественных спецслужб отрицают какую бы то ни было утечку информации на столь высоком уровне. Мы попытались пройти подземной дорогой литературного персонажа и выяснить, насколько реально проникнуть в легендарные кремлевские подземелья. Существуют ли они вообще? Этот фонтан недалеко от Кремля открывает путь в самое сердце московского метрополитена. Он перекрыт металлическими замками, но при желании их можно открыть без особого труда. Отодвинув вентиляционные решетки у подножия фонтана, наша группа получила свободный доступ в центральные подземные коммуникации. Затем тяжелый спуск по отвесной лестнице. Гигантская сеть московских подземелий стала активно развиваться с 15 века. Именно в это время нанятые русским царем итальянские зодчие возводили каменные стены и палаты Кремля. Это были тайные ходы. Первый тайный ход это был из Тайницкой башни к Москве-реке для забора воды. Из Беклемишевской башни был тайный ход для вылазок. Из Спасской башни был тайный ход, который вначале использовался для вылазок, а потом этот ход продлили, и он соединил, как нужно предположить, Спасскую башню с собором Василия Блаженова. Итальянцы построили Кремль по последнему слову военной техники. На случай осады из-под стен обязательно проводили галереи для прослушивания действий неприятеля. Для неожиданных ударов в тыл противника рыли многочисленные так называемые вылазы, прокладывали водозаборные тоннели, тайные ходы к водоему. О наличии расположения тайных ходов знал только узкий круг приближенных к царской семье. В исторических документах сохранились данные, что заботясь о своей безопасности, в 17 веке царь Алексей Михайлович приказал построить тайный ход под Москвой-рекой. Про речные тоннели больше не упоминалось, но энтузиасты уверены, что средневековые проходы под Москвой-рекой сохранились до сих пор. Среди них есть и абсолютно секретные туннели времен Малюты Скуратова, когда он из Черной Церкви на Берсиневке, на Берсиневской набережной, проходил по легенде, скажем, в тот же Храм Христа, там и так далее, там тогда стоял Алексеевский монастырь, это потом уже Храм Христа вырос. Мы выходили в честь этой системы, я могу сказать с уверенностью, что существуют ходы под реками, конечно, и древние строили ступенчатую кладку, заливая между нее свинец, прокладывая очень мощный на яичном растворе. В марте 1918 года в Москву переехало советское правительство. Большевики знали, что в Кремль ведут несколько подземных тоннелей. Уже в апреле Ленин отдает распоряжение коменданту Кремля обследовать территорию и выявить тайные ходы. В результате все бесценные для историков подземелья, которые удалось обнаружить в комендатуре, были безжалостно замурованы. Однако Боровицкий холм оказался настолько изрыт тайными ходами, что еще много лет сотрудники ЧК НКВД, а затем и КГБ, весьма жесткими мерами устраняли малейшую возможность проникнуть в Кремль из-под земли. Например, в конце 60-х годов на стене Мавзолея появилась очень тонкая трещина, вызвавшая настоящий переполох у ответственных лиц. Выяснили, что внизу, под Мавзолеем, идет дубовая труба. Дубовая труба диаметром 2 метра. Моренный дуб, потрясающий. И тоннель шел под Китай в город, к Яузе. Два месяца они закачивали туда бетон. Два месяца. Ну, представьте, для стока каких-то вод, зачем везти к Яузе, когда все это можно в Москву реку или в тот же самый ров можно было сбрасывать в воду. Явно, что это какой-то тайный ход. Во времена правления Иосифа Сталина любой интерес к подземельям трактовался однозначно, как заговор против советской власти. Более того, указом от 47-го года было запрещено несанкционированное посещение подземных объектов как естественного, так и искусственного происхождения. Однако в это же время мир подземных сооружений Москвы вошел в период своего фантастического развития, даже если не принимать в расчет строительство метрополитена. Сталин, как и любой другой диктатор, питал слабость ко всевозможным укрытиям. Да и дела военные способствовали сооружению многочисленных бункеров управления и тайных убежищ для правительства. Щупальцы гигантских тоннелей расходились из центра Москвы на десятки километров. Открывая незапертые железные двери, наша группа вышла прямо на пути, по которым проносились вагоны электропоездов. В сторону от основных тоннелей отходили вспомогательные. Это были запасные или объездные пути на случай аварии. Массивные стальные перегородки, неснабженные сигнализацией, легко открывали доступ к коллекторам с кабелями связи. Несколько часов наша группа находилась под землей в самом центре Москвы. За все время нам не встретился ни один работник метрополитена. Не сработала сигнализация предупреждения. Службы, ответственные за безопасность метро, нас не заметили. Литературный персонаж под псевдонимом «Ниндзя» теоретически мог проникнуть в Кремлевское подземелье. Но в советское время защита подземных коммуникаций осуществлялась спецслужбами самым строжайшим образом. Виктор Шеймов, прототип русского шпиона Петра Леонова из романа Энтони Мендеса, ведет достаточно замкнутый образ жизни. В 1991 году он подал в суд на ЦРУ и потребовал гонорар в миллион долларов. За предательство. А всех их погубило в конечном итоге, ну, всех, может быть, не всех, но процентов 90, жадность, алчность, стремление получить деньги. Ни за что. За продажу секретов. За продажу Родины, если так можно сказать. Я не люблю высокопарных слов, но в конечном итоге за продажу Родины. И, конечно, он подал в суд на ЦРУ, что обманули, дистанция какая. Он такие деньги сейчас мог бы и здесь зарабатывать, шифровальщик. Сейчас он владелец компьютерной фирмы, созданной совместно с бывшим директором ЦРУ Джеймсом Вулси. Разрабатывает систему защиты информации. С представителями российской прессы Виктор Шеймов не общается принципиально. Включение к каким-то кабелям, это тоже мистификация. Потом Шеймов ушел в 80-м году. Если, конечно, считать сотрудников руководства КГБ идиотами, то все можно предположить. Но тут же ушел человек, который был связан с секретной информацией. Тут же идет служебное расследование. С чем именно он был связан? Какие он обслуживал точки? Он обслуживал заграничные точки. Какие там были шифровальные машины? Какие... Ну, вообще, все это анализируется и нейтрализуется. Исходя из того, что он уже находится на службе врага. Разведчики неохотно расстаются со своими секретами. А если и происходит утечка информации, то делается это сознательно для совершения тщательно просчитанных комбинаций. Ведь, как известно, бывших разведчиков не бывает. Ну, вот то, что относится к книге Мендеса, это смесь такой серой и черной пропаганды, потому что здесь выступает автор, выступает организация, от которой исходит эта история. А дальше следует уже мифология. После выхода в свет книга «Шпионская пыль» заинтересовала не только простых читателей, но и профессиональных историков американских разведслужб. Взяв за основу сюжет литературного произведения, они опубликовали десятки статей об успехах сотрудников американских спецслужб. Победа агентов ЦРУ над сотрудниками КГБ вошла даже в некоторые зарубежные учебники истории. Узнаем ли мы когда-нибудь, что в этой книге правда, а что ложь? Неизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok